приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое видео называется ювенальная юстиция органы опеки попечения о детях и забота о детях мы с вами сегодня я об этом поговорю все это делается в рамках плейлиста или большого раздела семья любовь детей к родителям к детям и родителям родителям детей детям родителям туда и наоборот в общем обо всем об этом говорим с вами я на своем сайте сделал авторскую страничку такую по этой теме по теме вообще семьи и в частности вот седьмой раздел у нас ювенальная юстиция опек получился я когда практиковал православие то эта тема там была очень горячей особенно может быть в то время я попал не знаю там эту ювенальную стицу очень сильно обсуждали естественно в основном своей массе православные были недовольны насколько я помню там и вот такие вот подобные картинки были заполнены и ну и вот выше на значке видео видите да что там семью вашу разглядывают под микроскопом ну и вот подобные посты как у вас есть на экране типа чиновник будет решать как вы должны любить своего ребенка вашего ребенка будет воспитывать не вы вашего ребенка могут отобрать по доносу соседей вас лишают права на воспитание отобрать у вас ребенка будет легко чиновник будет решать что лучше для вашего ребенка ну и подобные и там конечно бесконечное множество прежде чем обратиться так скажем собственные мысли какие-то вам сказать я конечно же предлагаю сначала как всегда разобраться с понятиями определениями поэтому давайте почитаем с разных источников что вообще такое ювенальная институция вообще откуда она взялась является ли она разной в разных странах ну и что-то подобные вопросы на самом деле тема тоже такая если углубляться всегда любая тема достаточно большая я этого сегодня делать не буду я вам дам общий вектор направление своих мыслей а вы дальше я уже сможете додумать сможете сами к себе все это применить и подумать потому что я помню тогда когда православие православие практиковал этом роли какие-то смотрел на эту тему читал что-то видел все время как потом выясняется всегда одна бокусть подачи информации а когда сам начинаешь разбираться без всяких там вот таких вот когда тебе именно как-то ангажированных вбивают голову какую-то определенную картинку понимаешь что не все так однозначно вот фраза вы знаете в россии особенно избитая но здесь она действительно уместно да давайте я буду читать то что я написал на своем сайте и комментировать чтобы говорить на одном языке и правильно понимать друг другу давай сначала определимся с понятиями определения тем очень обширная и непростая но познакомиться более подробно но познакомиться более подробно хотя бы с тремя источниками ниже как я вам сказал вы сами можете углубиться кого это интересует настолько в эту тему насколько хотите я скажу столько сколько я считаю нужным и так ювенальная юстиция это как всегда вы знаете люблю обращаться прежде всего к википедии свободной энциклопедии мира без авторские статьи там обычная вот чтоб получить просто какую-то общую информацию для начала да и так ювенальная юстиция переводится дословно как юношеские правосудия это правовая основана это правовая основа системы учреждений организации осуществляющих правосудия по делам о правонаврушениях совершаемых несовершеннолетними то есть еще раз давайте ладно я наперед забегу скажу я говорю в россии по крайней мере когда там я помню православное по крайней сообщества может там и другие кто к этому подключается у нас есть и неверующие люди бывают с кем-то группируются с теми же сам православными только потому что здесь вот общая тема да что там вот наших детей заберут не дадут воспитывать будут под лупом нашу семью там рассматривать вот но там я сразу скажу какой там была однокоп однобокость что якобы вот органы ювенальной юстиции это якобы орган или как хотите вот правовая основа как здесь вообще написано ну там я уж точно их не помню выражение где я там что слушал читал как там давалось я вам общую мысль так скажем содержание пересказываю что якобы вот это то что тебя будет детей забирать из семьи там под предлогом того что ты как-то не так воспитываешь на самом деле мы видим что вообще она пошла и так скажем именно это понятие это американское понятие американское выражение поэтому это именно оттуда так скажем пошло да и как мы с вами видим что здесь это может быть никакого отношения даже к отниманию детей там у родителей нету да и вообще это не аналог знаете ювенальную юстицию те же самые род кто против него борется они подают что это якобы некий некий орган опеки только нехорошие а вот плохой как бы да с плохими мыслями целями это по сути аналог потому что мы сейчас подойдем с вами к теме россии как это в россии то что я сам русскоговорящий живу в россии поэтому в любом случае всегда как скажем заканчиваю этим да но начиная обычно здесь какая-то мировой опыт практика уж тем более истоки если это мировые какое какого-то движения мысли или еще чего-то и как видите я всегда издалека начинаю вот то-то-то в россии подается именно так что якобы просто такой скажем нехороший орган опеки детей да и и мы с вами сейчас подойдем что в принципе да прости это и не калька прямо с американской системы но все таки надо просто тоже понимать истоки то что ну там тоже любители вы знаете в россии все кругом враги куда ни тыкни и в принципе там тоже у многих спикеров так называемых авторов разных материалов проскакивал что якобы это вот америкосы во всем виноваты все вот от них идет там это все вот их ювенальная юстиция как мы с вами видим что в америке это скорее аналог в россии органа который занимается преступлением несовершеннолетними вот у нас есть там всякие органы кто занимается преступным малолетней преступностью или в среде малолетних и так далее это другие абсолютно органы ну давайте еще немножко почитаем еще потом скажу с 1870-х годов граждане американского города бостона кук то есть видите откуда корни то есть уже практически 150 лет прошло в неком городе бостон некие граждане кук и агустус начали предлагать судьям не применять к несовершеннолетним способным встать на путь исправления наказания а передавать их под присмотр органов попечительского надзора к настоящему времени в мире сложилось несколько моделей ювенальной юстиции то есть еще раз ну да ладно что я потом скажу несколько моделей ювенальной юстиции то есть англо-американская континентальная и скандинавская и там прочее прочее конечно их на самом деле больше да вот ну по сути в каждой стране она стала как-то по-своему формироваться система ювенальной юстиции это сеть учреждения организации совместно работающих с несовершеннолетними правонарушителями деятельность которых осуществляется на основе законоположений и процессуальных норм регламентирующих обращения с несовершеннолетними эти учреждения и организации включают в себя полицию суды и прокуроров обвинители пенитенциарные учреждения службы пробации и управления исправительных учреждений для несовершеннолетних как видите можно язык сломать от некоторых слов тут уже мой комментарий в россии как бы это тоже есть но просто названо по-другому органы опеки там по работе с несовершеннолетними по надзору и так далее то есть смотрите то есть я хочу чтобы просто были образованные и владели такими знаниями как я сам ими овладел да то есть если возьмем америку то если возьмем что оттуда пошла этой ювенальной и юстиции может к чисто 50 лет назад то смысл ее было это создать некую такую базу правовую где когда именно молодежь там несовершеннолетний по сути в общую группу так называют людей да не достигшим совершенно летнего возраста в каждой стране это может быть свой уникальная своя уникальная цифра свой уникальный возраст вот именно когда эти люди совершают уже преступление то была создана такая база так скажем видите включая в себя многие органы те же самые опеки многих людей сюда то скажем подтягивается и создается такая некая база для чего для исправления этого ребенка опять же видите то есть не классическим методом то есть это было связано с преступлением и наказанием судом и там тюрьмами да что этих детей которые но не детей будем выражаться в общем тем языком на котором сегодня решили говорить то есть те несовершеннолетние люди до которые совершали преступления но совершали кто может быть пап по ошибке с какими-то обстоятельствами до который так скажем как это говорят облегчает их не оправдывают их в чем-то до участь то с этими несовершеннолетними их не сразу в тюрьмы там бросают где действительно потом станут там еще худшими может быть людьми преступниками рецидивистами потом будут становиться что еще раз будут совершать преступления чтобы мы жизнь не портить если видят видят неважно кто это будет там ведь и какие-то люди будут который будет это решать что если эти несовершеннолетние как скажем хотят и способны к исправлению да но не через обязательно проходить через тюрьмы там да просто быть грубая в каком-то может быть поселение что-то нигде потом не отразится может быть там отработать как-то там до вести там образ жизни совесть если там что-то плохое сделали наоборот там что поработать теперь и так далее и как бы решили просто такую систему придумать по работе вот не с несовершеннолетними по взаимодействию с ними когда они совершают преступление то есть как мы видим это не просто детей это не у это не аналог органа опеки до с какими-то надбавками там настройками или вообще чтобы одно название сохранилась а функция другая была или наоборот да название тоже с другим функционалом просто мы видим с вами что все это связано с наказанием преступлением несовершеннолетних давайте теперь почитаем о том что и о чем в россии да это я опять с википедии взял только ювенальной юстиции уже в россии я все это сделал очень коротко я вам даю выборку даже те те источники которые я читаю не все есть на сайте вы можете перейти и прочитать целиком там эти статьи я беру лишь верхушечки шапочки что просто вот общую мысль уяснить да ювенальная юстиция в россии это специализированная судебно-правая система защиты прав несовершеннолетних создающаяся в россии с 1990-х годов то есть на можно 120 лет позднее чем в америке призвана она контролировать исправление и реабилитацию несовершеннолетних преступников проводить профилактику детской преступности а также предоставить социальную защиту семье семьи и прав несовершеннолетних в россии работа над внедрением ювенальной юстиции проводится в рамках европейской социальной хартии закрепляющей ряд общественных прав человека а также на основе ратифицирование конвенция о правах ребенка ее положения касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних ювенальная юстиция встречает как положительную так отрицательную реакцию со стороны общественности высказываются мнения о том, что юридическая юстиция способна разрушить институт семьи и провоцирует коррупцию со стороны чиновников. Тут мой комментарий маленький, я его прочту вам. Как мне думается, в России те, кто против юридической юстиции, смешивают ее с ОПЕКой, причем именно с отрицательным ее проявлением. И, возможно, они правы. Но давайте еще раз, смотрите. Мы с вами прочитали, пусть это источник святипендии, и будем брать аксиому, что мы доверяем этой информации, что, по сути, юридическая юстиция в России, здесь получился вообще какой-то гибрид. То есть, это не юридическая юстиция в Америке. Мы с вами прочитали про юридические юстиции в Америке, по крайней мере, с того источника, с которым мы с вами только что читали, то там ничего не говорилось о правах несовершеннолетних в плане общих каких-то прав. То действительно, в России, когда мы прочитали, все идет через запятую. Началось, я думаю, вы это услышали, все, вы это можете с экрана почитать, если хотите поставить на паузу или прям с сайта перейти, с моего почитать. Ссылка будет всегда в описании на страничку, на этот материал, на мою страничку на сайте. То есть, мы с вами видим, что здесь вообще через запятую перечислено. Да, с одной стороны, это проводить профилактику, реабилитацию, кого? Опять же, несовершеннолетних преступников. Но дальше через запятую идет, что также это как бы тема, это платформа или, хотите, движение. Будет, что делать? Социальную защиту семьи и прав несовершеннолетних в этой семье организовать, можно сказать. И тут, конечно, знаете, это вот беда у нас, что мы тоже очень любим, очень много чего в один чан запихнуть. То есть, с одной стороны, да, одно дело преступный. Люди, пусть несовершеннолетние, но совершившие преступный, преступник, преступление какое-то, да, и общество, так скажем, хочет его как-то реабилитировать, позаботиться как-то, помогает ему там, наоборот, да, профилактику какую-то проводит там, да, преступлению, как написано, детской преступности. А другое дело, наоборот, и по сути здесь этот несовершеннолетний, он преступник, он насильник, он злодей, да. И другое дело, смотрите, в один и тот же чан запихнули огонь и вода, да, то есть две вещи несовместимы. И тут же в этот же чан запихнули, что социальную защиту, наоборот, семьи и прав этих несовершеннолетних в этой самой семье. Ну, грубо, домашнее насилие этого ребенка над этим ребенком издеваются. Не важно, мать, отец, может быть, кто угодно, бабушки, дедушки, старшие, может быть, старшие братья, сестры уже взрослые, повзрослевшие. Это может быть какое-то небольшое насилие, а может быть и очень сильное насилие, да. Это может быть психологическое насилие, физическое насилие, какое угодно, да. Ущемление, издевательство может быть над ребенком, да, над несовершеннолетним человеком в этой семье. Слушайте, ну это разные вещи. То есть получается у нас в одном чане одна и та же организация занимается и преступником, и жертвой. Я считаю, конечно, это абсолютно неправильно. Именно поэтому, в принципе, вот тут такая фраза в статье написана, что якобы эта ювенальная юстиция встречает как положительную, так и отрицательную реакцию на все это. Но смотрите, у меня бы это тоже вызвало и вызывает точно такую же реакцию. Не может один человек, ну у нас, конечно, может всякий универсальный быть, но в идеале эти вещи разделять все-таки. А, конечно, запихнули в один чан, и люди начинают переживать. И кто-то против этой ювенальной юстиции, хотя, действительно, одно дело заниматься профилактикой детской преступности, реабилитации несовершеннолетних преступников. Это одно, это дело хорошее, какой бы злодеянин человек ни совершил, тем более при условии, что он раскаялся в нем. Пообещал так больше не делать. Может быть, даже, как это говорят, отдал долг за это преступление, там, отсидев, выплатив и так далее. Вот, то, конечно, надо этому человеку помочь, если он искренне раскаялся, надо сделать все, чтобы этот человек вернулся в общество нормальным человеком. Никак его дальше не принижать там, не ущемлять, не оскорблять, а спокойно дать ему в этом обществе дальше жить и, наоборот, помогать и так далее. Вот, профилактику проводить, да, это те же самые, беседы там организовывать, еще что-то в школах тех же самых проводить, ходить там, рассказывать, лекции проводить. Это все очень важно, да. Вот, это где-то, где, действительно, там, на административ, как это говорят, попался малолетний, вот именно с ним надо провести беседу, все-таки не просто пожурить его административку, ему впихнуть и отпустить на волю. Нет, надо попытаться ему донести, что он так может до уголовки докатиться, да. Вот, это очень важно. Сегодня он у друга телефон отобрал, завтра он у бабушки на улице, послезавтра он в квартиру полезет и так далее, да. То есть, это вообще, это другой вопрос, да. Здесь он преступник, а когда тебя дома избивают, прессуют, ты становишься жертвой. И поэтому, конечно, когда пихают все это в одну кучу, то, да, кажется, что вот это вот все плохо. А в оконцовке все надо разбирать, как мы видим, до мелочей, да. Вот, давайте еще немножко почитаю и потом еще поговорим. В России нет юниальной юстиции. Это я некую статью, это человека, который непосредственно этим занимается. С джурнала Тинькофф.ру, тут есть такая, к вам пришла опека, называется статья. Я вам чуть-чуть из нее почитаю, просто ради нашего образования, конкретно человек, который этим вещами занимается. В России нет ювенальной юстиции, так называемой, так называют, ну, как таковой, видите, она сама говорит, что в России, так как наковой, нет этой ювенальной юстиции. Так называют объединение социальных служб и общественных организаций вокруг специального суда, который защищает права несовершеннолетних. Который защищает права несовершеннолетних. Но есть госорганы, которые этим занимаются, в их числе органы опеки и попечительства. Главная задача органов опеки защитить права и законные интересы людей любого возраста, которые находятся под опекой или попечительством, либо нуждаются в них. Также они следят за тем, как работают опекуны, попечители и организации, которые помогают недееспособным или неполностью дееспособным людям. А еще помогают сохранять имущество подопечных и управлять им. Это статья 7 закона об опеке и попечительстве. Чтобы органы опеки могли выполнять эти задачи, государство наделило их большим набором полномочий. Например, они выявляют людей, которые нуждаются в опеке и попечительстве, в том числе детей, и назначают для них опекунов-попечителей. Обращаются в суд, чтобы признать человека недееспособным или ограниченно дееспособным, а также полностью дееспособным, если исчезли основания, из-за которых он нуждался в опеке. Выдают разрешение на имущественные сделки подопечных. В судах представляют интересы детей и подопечных, если их родители, опекуны или попечители нарушают закон. Проверяют, в каких условиях живут подопечные. Статья 8 закона об опеке и попечительстве. В каждом регионе или муниципальном образовании органы опеки могут называться по-своему. Например, органы опеки Московской области называются областной министерством социального развития, а Волгоградской области – областной комитет социальной защиты населения. Все это есть на… Есть такой навигатор региональных органов опеки и попечительства. Там все это можно найти. На местах это управление или отделы опеки и попечительства. И они могут быть как отдельными органами в системе муниципальной власти, так и частью каких-то других. Например, я работаю в управлении социальной защиты населения, а именно оно в нашем муниципальном образовании выполняет функции органа опеки и попечительства. То есть, еще раз, что мы с вами почитали, давайте я для вас простыми словами скажу. Это надо столько нагромождения, что мы не можем даже разобраться. Итак, по поводу всего этого. Смотрите, как мы с вами видим, как я вам уже и говорил, что в другой стране, в любой, или в России, там все может быть очень запутанно. Я сейчас об этом буду говорить, что все эти органы очень часто пересекаются. И то мы можем понапридумать кучу органов, у которых функционал пересекается и так далее. Во все это, видите, надо вникать, а по сути, и многие вещи уже просто существуют. Я просто, когда я говорю, еще раз вам оговорюсь, повторюсь, что когда я там пытался вникать, когда я в православии практиковал, и там эта тема шумиха, по крайней мере, тогда была, то ли ее пытались в какой-то форме принять. Я, может, не так глубоко тогда во все это вник. Но когда я сейчас, по крайней мере, опять же, стал к видео готовиться, только я уже давно в православии не практикую, естественно, отрекся от него, и всем желаю того же самого, то, конечно же, я стал разбираться и понимать, что все это, надо в это во все вникать. Вот мы с вами почитали сейчас, что, в принципе, сам человек, который занимается женщиной, там, по-моему, была автор этой статьи, она как бы сказала, что, в принципе, у нас как таковой ювенальной юстиции тоже нет. Хотя я говорю, по сути-то мы с вами то, что прочитали, что и в Америке, это лишь такая, знаете, это такая конструкция, такая база, да, правовая подо все это. А туда тоже входит много чего. То есть в России, может быть, пытались тоже что-то такое создать, непонятно. Но в любом случае, если по отдельности брать, вся эта база, пусть без какой-то формы, но она тоже существует. У нас есть отдельно органы, вот, попечения там, да. У нас есть отдельные отделы полиции, которые занимаются. Есть инспектора по делам несовершеннолетним, да, отдельно у нас там. То есть это и так все есть. То есть, по сути, просто, если там хотели какую-то, все это в какую-то просто сделать рамку какую-то, да, в какую-то, знаете, как компьютер, когда собирают, там есть материнская плата, а дальше на нее все пихают. Если хотели просто какую-то платформу такую объединенную сделать подо все это, чтобы как-то все это связать по разным там целям, ну, как бы, что в этом плохого, да, вопрос, что туда хотели запихнуть. И, по сути, у нас и так есть эти органы опеки, да, сама вот автор этой статьи, как говорится, то есть она сама в этом работает. И это, и эти, в той же самой России, существующие на сегодняшний день, органы опеки, как она видите, говорит, они могут даже по-разному называться. То есть у нас хоть вроде как там и одна страна, да, якобы, хотя у нас Российская Федерация, по сути, как и в Америке Штаты, но все равно у нас, по сути-то, никаких федераций нет. У нас, как общая страна, просто разных областей полно. У нас один закон по всей стране действует. В Америке, в разных штатах могут быть разные законы. В одном можно огнестрельное оружие свободно покупать и продавать, в другом нельзя. В одном можно делать аборты, в другом нельзя. В России такого нет. Я вообще не знаю, с какого перепуга. Она федерацией называется. Никаких федераций у нас нет. У нас все абсолютно одно на все регионы, на все так называемые федерации. Один и тот же закон распространяется. Ну ладно, сегодня не об этом. Итак, у нас и так все это есть. У нас и так есть органы опеки. Я сейчас, вы понимаете, буду говорить уже о России в основном, да. И что якобы у тебя там будет, отберут ребенка, вот тебе там будут через лупу твою семью рассматривать, в холодильник там к тебе лезть, в дом, что ты как там воспитываешь, кого и так далее. Особенность это будет там приемные дети. Мы с вами, тем более, эту тему уже тоже обсуждали. Но как мы видим, с вами до в России и так существуют органы опеки. И все эти защиты всех, как вы видите, там функционал достаточно большой. Начинаю вообще от признания там дееспособности человека. Ведь там не только дети, там и, как я вам уже тоже в предыдущих видео говорил, что это могут быть и люди нездоровые физически, психически. Кто-то ими должен заниматься, кто-то должен вообще инициировать, чтобы признать сначала человек там недееспособным, нездоровым. Что ему вообще нужен опекун. А когда, допустим, заканчивается период того, его нужды в опекунстве, что кто-то снял этот статус его там, да, нуждающегося в опекуне, что кто-то все равно должен представлять интересы там, те же самые юридические интересы этих, особенно несовершеннолетних, да, людей, вот именно недееспособных или нездоровых там физически или душевно. Вот. То есть у нас как бы и так все это было, знаете. Поэтому тут вопрос, что она и сейчас, вы думаете, совершенной, что ли, те же самые органы там опеки, защиты прав несовершеннолетних и так далее. Да, они и сейчас несовершенны. Там много чего можно шлифовать, что-то нужно убирать, что-то нужно добавлять. Вот. А в концовке мы с вами вернемся, что все опять упирается в человека. Можно сколько угодно писанных правил, законов и норм написать, а что толку-то с тех не соблюдать. Ну, в России какая-никакая есть конституция, как и в любой другой стране. Ее кто-нибудь соблюдает? Да нет. Все чихали на нее. Мазу, что написано про свободу слова, про отсутствие диктатуры, этого, ну, вы поняли, мейнстрима, когда там одна и та же политика гонится, вот это вот, идеологии и прочее. А кому до этого дела есть? Ну, написано, да написано. Никому до этого дела нет, потому что она не соблюдается просто-напросто, да? Давайте я еще раз почитаю для вас то, что я написал, и еще дальше поговорю. Для думающего человека становится очевидным из того, что мы с вами даже вот сегодня уже почитали, посмотрели, вы послушали, что в этом вопросе все очень переплетено. И в разное время, в разных странах все эти понятия, ювенальная юстиция, органы опеки, заботы и попечения и прочее, то переплетаются и говорят об одном и том же, а где-то расходятся по содержанию, но при этом сходятся в других областях. Ну, то есть, я вот, в общем, тоже эту мысль вам сказал. То есть, все там очень сложно. Надо настолько глубоко в это вникать. Без этого никуда не денешься. Особенно, кто либо за это ратует, либо этому противится. Конечно же, вникать в жизнь не надо вообще стараться во все, да? По мере своих сил, возможностей. Это наша жизнь, она нас окружает. Кто-то от нее страдает, кто-то получает удовольствие. Мы, конечно же, и должны во все вникать. Но, да, здесь вопрос тоже непростой. Предлагаю оставить все эти хитросплетения и задаться следующим вопросом. Должны ли мы заступаться за нуждающегося или угнетаемого человека? Я отвечаю, конечно, да. Ибо это дело и требование любви. Но делать мы должны, не применяя насилие к угнетателю, а жертву защитить грудью, спиной и словом правды. Здесь, как выйти, я говорю, чтобы ни у кого не возникала мысль, что якобы можно кого-то защищать с кулаками. Да, что у нас бывает добро какое-то с кулаками. Никакого добра с кулаками, с палкой, как я выражаюсь, не бывает. Это ничего общего с истиной, с любовью не имеет. Но вопрос прямой, да, я задал. Должны ли мы заступаться за нуждающегося или угнетаемого человека? Конечно, да. Вот, несмотря на то, что мы с вами, неважно, там, в один это все, в одном сосуде все объединят, там, реабилитацию и профилактику детской преступности, да, там, и защиту детей в семьях, там, да, которых, наоборот, угнетают. То есть, что преступников, что жертвы, будет это один орган заниматься. Какая разница? Вообще, нужно заступаться, конечно. Вот, ребенок, действительно, есть и домашнее насилие, все это, угнетение и так далее. Должно общество на это реагировать, в частности. Возьмите даже без всякого общества, как говорят, без всякой, там, организации. К вам соседский ребенок забегает и кричит, меня папа бьет, там, весь в крови. Что вы, выкиньте его на улицу, поведете к этому папе, чтобы он его добил, там, что ли? Нет, вы его оставите у себя и скажете, слышь, папаня, к ребенку больше пальцем не прикоснешься, он находится на моей территории, да, ко мне зайдешь во двор, я полицию вызову. Вот и все, и будете его кормить, поить, и вы в тот дом не скажете, не хочешь, не ходи, вот живи у меня. Вот вам живой пример, без всяких больших, там, знаете, этих размышлений об органах опеки. Вы, сосед, сосед издевается над ребенком, вы что будете в стороне ходить, да, на все это реагировать. Второй вопрос я задаю, ну как это делать в реальной жизни? Неужели нельзя составить инструкции, написать закон? То есть, казалось бы, вот на личном примере, вроде все понятно, на маленьком, да, сосед бьет ребенка, да, или мать там, видимо, издевается над детьми, над своими. Что, мы же можем их приютить, особенно, когда они сами к нам прибежали, можем, да, почему нет? А это семья сказать, не трогайте их, да, вот, я буду в полицию жаловаться, и на вас, если вы ко мне придете, просто на вас буду жаловаться и так далее. Вот, то есть, казалось бы, можно писать? Я отвечаю, да, разрешение этого вопроса перед нами все время, да, как бы написать-то можно инструкции, а что толку-то от них? Я даю такие три «да», как минимум, для примера, да, но. В разрешении этого вопроса перед нами все равно будет стоять дилемма, да, но. Как пример даю три таких мысли. Да, горячая линия для угнетенных детей, стариков, инвалидов, учеников, студентов, работников, здесь кого не возьмите. Это хорошо, как видите, я даже здесь прибавил всех, и стариков, и инвалидов, хоть мы с вами разговариваем в рамках плейлиста и темы «Дети, родители», но все-таки я здесь всех перечислил. Да, горячая линия для угнетенных, вот таких, для против кого там преступление самое настоящее совершается, это хорошо? Да, хорошо. Но все они могут ложно доносить на своих родителей. То есть горячая линия для нуждающихся, это хорошо для угнетенных, для тех, кого там будет домашнее насилие применять, сексуальное, может, тем более какое-то насилие, да и неважно, оно и психологическое насилие не менее хуже и зловредно. Хорошо, если будет горячая линия, куда человек знает и будет обратиться, что детям в школе там расскажут, дадут там телефоны, визитки с таким телефоном. Там, казалось бы, это же хорошо, если будет там кто-то притеснять ребенка, и вот он может куда-то обратиться за защитой. Хорошо, но дети же тоже еще те же деволята. Эти дети может ложно доносить на своих попечителей, родителей, тут можно до бесконечности перечислять, учителей. Здесь, как видите, можно любую сферу взять, да. Ребенка в школе ударила учительница, да, чтобы он, ну, понятно, он там к маме пошел, а может нет мамы, а может это детский дом. Ну, куда он, к какой он маме пойдет, да. У него должен быть телефон, куда он мог позвонить бы, чтобы он не директрисе этого же самого детского дома пошел жаловаться, которая сама нанимала этих негодных надзирателей и прекрасно знает о том, что там происходит, может там эти системные побои или еще что-то. Ребенок должен знать, куда он должен позвонить. Должен ли в коридоре висеть большими буквами, большими цифрами этот телефон этой службы, да. Да. Не чтоб директрис по своему желанию это вешала, а чтобы он просто был при входе, чтобы все его дети знали, да. Куда они, если что, могут обратиться. Но при этом, конечно, они же могут и ложно доносить. Они могут даже в сговор сойтись, в сговор, сговориться и групповой сделать какую-нибудь кляузу, да, на хорошего. Потому что это же дети, еще подростки, может им что-то, они, может, захотят совсем чего-то нехорошего, да, захотят таким образом отомстить. Может быть, директор будет прав, применит какие-нибудь правильные воспитательные моменты. Я вам уже об этом и с вами в прошлых видео говорили. Там лишит чего-то даже, там, детей в домах ребенка и так далее за какое-нибудь плохое поведение. А они сговорятся и настучат на этого, ложно донесут на этого директора, этих воспитателей. И что, хорошего человека уволят, да. Потом они, правда, сами вкусят от этого, когда плохого поставят. Ну, а что от этого уже будет, кому от этого легче будет, вот. Другой пример. Да, питание должно быть правильным, здоровым. Да, конечно. В принципе, органы, опеки могут, особенно, там, к приемным семьям перейти посмотреть, как бы, не пустой ли холодильник, как говорят, не повесилась ли там мышь. Да, все ли есть, чистота, порядок в доме. Ну, как бы, да, могут прийти. Должны они, как бы, это делать, проверять, контролировать. Может, там, кругом бутылки водки валяются, пустой холодильник, да, все кругом валяется, ребенок голодный, неодетый, да, грязный, да. Они могут это проверить? Ну, как бы, да. Питание должно быть правильным, да, полноценным, в том количестве, в котором нужно. Да, должно быть. Но, будучи свободным, каждый человек ведь сам определяет для себя, что он таковым считает для себя и своих подопечных. Ну, вот я веган, да, причем не из каких-то там мифических или не мифических, или индивидуальных особенностей, или потому что, вот, я считаю, что это здоровье там нереальное придаст. Я веган, потому что я люблю животных, и убивать животных, это такое жло, как убивать детей, стариков и инвалидов, да. Я ем трупятину или любые другие продукты животного, полученные посредством убийства и эксплуатации животных, нет. Я буду своих детей, родных, неродных, подопечных, там, каких-то кормить этой трупятиной, конечно, нет. Да, имею я на это право? Конечно, да. Это несет вред здоровью? Кто-то считает, что да, я считаю, что нету, да. Даже если я взял в приемных детей, имею я право тоже их воспитывать в веганстве, в любви к животным? Конечно. Но признано веганство мировым сообществом, что это хорошо? Нет. Мир разделен по этому вопросу, потому что половине плевать на животных. Ну, это я образно говорю, половине, на самом деле, 95%, если не 99%. И этот маленький 1% лишь проявляет твою любовь таким образом деятельно, да, к животным в том числе. При этом то, что я веган, что у меня там в холодильнике пусто, что ли. У меня все продукты питания есть, тем более для себя. Я сейчас себе говорю, у меня нет детей. Но если бы были, все было бы то же самое, плюс еще какие-нибудь вкусняшки веганские и так далее. Все бы было, было. Это полноценное питание для человека, конечно. Еще одна мысль. Да, защищать права угнетенных – это узкая специализированность. И человек всегда будет в этом разбираться лучше. Но уже есть все написанные инструкции, правила, законы. Это все будет платить путаницу и разночтение в уже и так существующих правилах и законах. Это я к тому, что когда мы иногда, знаете, со словом «много», как говорят, есть такая хорошая пословица, я в жизни стараюсь себя применять, истинность, хотите, аксиома, что со словом «много» и «хорошее» плохо. Это тоже очень важно. Да, можно переесть и халвы, и сладенького, и солененького, да, в меру все хорошо. А со словом «много» и «хорошее» можно испортить. И «хорошее» плохо. Здесь то же самое. Смотрите, в принципе, у нас же есть уже там органы опеки, да, есть, хорошо. У нас есть там отдельные инспектора по делам несовершеннолетних, которые занимаются, в том числе и профилактика на них там висит, насколько я знаю. У нас и так все это есть. Да, с другой стороны, я вам уже говорил, можно это еще отделить, там еще как-то углубляться в это. Потому что все мы с вами знаем то, что когда ты занимаешься совсем узко, вот возьмите адвокатуру, да, я не знаю, как в России уж тоже в это не так глубоко порружался. Ну, в любом случае тоже есть, ну, точно так по фильмам знаю в Америке, да, есть такое разделение, что есть там адвокат даже не просто по семейным делам. Есть там по административным, по уголовным. Есть по уголовным, по семейным, по уголовно-административным делам. Даже по уголовным семейным делам. Кто-то специализируется там на сексуальных насилиях, кто-то там на избиениях, кто-то еще на чем-то, кто-то там на религиозных конфликтах и так далее. Когда человек чем-то узким занимается, он становится очень быстро хорошим профи в этом. Потому что чем ты сужаешь область, тем все-таки меньше знаний надо. И ты можешь, так скажем, в полноте их получить и практиковать. Это очень важно, потому что вот таким количеством знаний очень тяжело такой базой владеть, заинтересоваться. Конечно, можно быть адвокатом общей практики и все равно всем по концовке заниматься, кто к тебе не обратился. И это хорошо бывает. Это человек разносторонний и так далее. Но опять же узкая специальность, да, она как бы лучше. Но с другой стороны, это уже и так все есть зачастую. Мы иногда тоже бывает до такого узенького доводим, что это тоже бывает ни к чему. Потому что тогда человек неправильно бывает вообще воспринимает всю эту информацию. Он становится очень узколобом как раз. Вот эта вот узкая специализированность порой делает нас и узкими. Это тоже плохо, да. То есть везде есть и плюсы, и минусы. У нас много разночтений, конфликтов. У нас законы написаны так, что один закон зачастую противоречит другому просто. Вот и все. Это очень важно тоже. Да, казалось бы, для чего такая куча законов? В одно дело Конституции, это такие общие правила. Казалось бы, все остальные законы как бы разжевывают уже чисто все эти нюансы, да. Как бы, как говорится, уже более применимы к делу, да. А в оконцовке у нас получается законы там в той же самой уголовном или административном кодексе. Противоречит просто той же самой Конституции. Вот и все. В общем ее понимании, да. Так что вот так вот. То есть да, как бы хорошо бы что-то там бывает сделать, но бывают свои опять конфликты. В общем таких примеров можно приводить до бесконечности. Дальше я пишу такую мысль. В этом треугольнике насильник, жертва и спаситель всегда будут противоречия и конфликт интересов. Так как обязанность, долг, право, свобода выбора, ответственность, защита слабая и прочее, они всегда будут вот в этом стакане. То есть смотрите, в принципе о чем речь идет. Есть жертва, есть насильник. И посреди них появляется спаситель. По сути-то ведь, вы же я вам все время говорю, у нас зло никогда в чистом виде практически никто не совершает. Оно всегда чем-то оправданно, каким-то добром. А уж тем более у нас очень часто искренне пытаются что-то сделать хорошо все равно, да. Просто так, как говорится, ну получается, как всегда, да. Здесь то же самое, вы поймите. Это вот треугольник, да, жертва, насильник и спаситель. И там всегда будут, всегда будет конфликт интересов, да. Обязанность. Чья обязанность там следить за ребенком? Ну по идее родители. Ну получается, ведь родитель может, так скажем, превысить свои полномочия и неправильно заботиться. Так чья это становится? Обязанность защитить ребенка? На спасителе, да. Грубо говоря, на этом органе опеки или там каком-нибудь полицейским по делам несовершеннолетних и так далее, да. Долг, право. Да, есть право, казалось бы, и у ребенка, но есть право и у родителей. А получается, общество еще наделило правом этого человека там из органа опеки, понимаете. И конфликт идет интересов. Свобода выбора. Без нее тоже никуда, да. Казалось бы, вроде бы мое право, моя обязанность там кормить ребенка, как я сказал. Но так как я обладаю свободой выбора, я же сам решаю, как его правильно кормить. Да, надо правильно, мы все согласны. Надо правильно кормить. Хорошо, все согласны. А когда доходит до дела, как правильно кормить, мы расходимся в интересах. Один считает так, другой так. А где свобода выбора? Ответственность. Все то же самое, да. По идее, ответственности, конечно, есть и на родителях. Но ответственность есть и на детях, как я вам сказал, они тоже могут. Да, дай им такую вот свободу и такие вот права и рычаги и возможности. И свободу, да, к чему это тоже может привести. Казалось бы, они тоже ответственны. Конечно, тоже ответственны. Так что вот так вот. Это все очень будет, видите, всегда это будет в этом треугольнике. Это будет все очень сложно. Я представляю, как работают эти люди, особенно, знаете, если они действительно с большими сердцами и добрые, искренне пошли вот на такую работу, как бы тоже помогать людям. Ведь, по сути, тот, кто идет работать в какую-нибудь такую организацию, типа, там, по защите прав несовершеннолетних, опеку, там, попечения. Ведь они идут, как бы, помогать людям. Я представляю, с какими сложными ситуациями приходится сталкиваться в жизни. Потому что ты вот так придешь в семью, а там, может быть, все совсем неоднозначно. Знаете, просто так подчистою, какие бы ты там правила, дорожные карты не написал бы, как надо себя действовать в такой ситуации, там, в такой или в такой. Там, может быть, все настолько уникальное. Там, может быть, виноват, да, кто-то начал этот замес. Может, там, с ребенка что-то началось. Но потом и родитель перегнул палку. А, может, наоборот. Началось с родителей, но потом ребенок уже понесло в такое, что там уже, да, не родители надо наказывать, а этого ребенка, так скажем, воспитывать, да. Все очень сложно, да. Это все, говорю, совсем-совсем непросто. Причем, когда сначала там свобода, там, вроде, все творят, что хотят. Прихразишь, там сразу начинают плакать, в слезы бросаться. И вот думай, что делать, да. Сам ребенок, с одной стороны, он, как бы, может быть, как бы не хочет, чтобы убили. А, с другой стороны, начнешь его забирать, он сам будет кричать, мама, мама, люблю самую даже алкоголичку, там, и наркоманку, и отца, который меня бьет. И думай, что тут делать, да. Казалось бы, мы желаем блага этому ребенку, его надо из этой семьи забрать. А, с другой стороны, он же сам кричит, что он хочет, не хочет, чтобы его забирали. И вот, поди, разберись. Он не хочет, чтобы его не ебили, но он не хочет, чтобы его забирали. И вот, сделай тут какое правильное решение. Поэтому все очень сложно в жизни в этом плане. А итог какой? Чтобы все это было правильно, упростите, чтобы ничего этого не было. Давайте я вам зачитаю. Кое-что еще скажу. Это очень сложная тема. Ее не разрешить никакими рассуждениями, такими абстрактными, и письменными законами. Абстрактными, я имею в виду, как я вам сказал, сейчас какие-то дорожные карты рисовать. Как привел пример, там, в оконцовке, да, можно рассуждать, а там, может быть, настолько уникальная ситуация, что ее никогда в жизни не опишешь. Ты ее можешь даже не представить себе в голове, чтобы ее описать. Только когда она уже случится, мы узнаем, что такое возможно. Ибо исполнять их будут все равно люди. Возможно, добрые, а возможно, и злые. Это все очень индивидуально, ибо каждый человек – личность. И поступить правильно в разрешении таких вопросов в одной конкретной ситуации сможет только человек в полноте, познавший истину и пребывающий в совершенной любви. И даже тогда кому-то будет причиняться боль, потому что этот мир лежит во зле, и мраке невежества, истины, любви. И многие до познания истины доходят лишь через боль и страдания. О чем я хочу сказать еще раз. То есть, в оконцовке в жизни всегда приходишь к одному. Что надо просто преисполняться полноты познания истины, которая в чем? В вечности, свободе и любви. Вы знаете, я с вами постоянно об этом говорю, постоянно это проповедую, постоянно этому учу. Человек в полноте, познавший истины, у него, по крайней мере, больше шансов поступить правильно. Потому что, почему я сейчас так выражаюсь, по идее, если он в полноте, познание истины находится в совершенстве, по идее, ему и поступить в истине очень легко, да, казалось бы. Но, как я вам сказал, в жизни бывают очень сложные ситуации. В мир, лежащем во зле, это такой, всегда такой комок грехов, все переплетено, что порой там бывает тяжело разобраться. Такой человеку, даже он сам, да, идеальный, совершенный, все понимает, как он будет разбирать мир грешников. Как? Он может только что-то сказать. Вы помните, Иисус, когда Иисус проповедовал, один человек попросил сказать его брату, чтобы тот разделил и отдал ему часть имения, часть наследства ему по закону, которая принадлежала, да. Иисус все сказал, кто поставил меня судить или делить вас? Но, но сказал потом проповедь о том, что, чтобы береглись вот этого вот алчности, жадности и прочего вот этого всего, связанного с богатством, с хапужничеством, со всеми этими делами, да. Вот, то есть он, конечно, судить никого не стал, ни у кого ничего, никому приказывать, повелевать не стал, но сказал проповедь о том, что тот брат действительно поступал неправильно. Иисус как бы сказал, что нужно сделать, да, что жизнь человека не зависит от того, сколько ты себя нахапаешь. Ни жизнь, ни счастье человека, да, оно ни в деньгах, ни даже ни в их количестве, как это говорят, да. Жизнь человека в счастье, это, его зависит от любви, насколько он сам преисполнен по любви, насколько любит его. Это и делает нас счастливым. Да, любовь проявляется деятельно в этой жизни и за счет тех же самых денег или еще чего-то, каких-то материальных вещей, но это не главное. В том плане, что можно не иметь возможности проявлять практически, все равно любить и быть любимым. Да, это лишь возможность ее проявления, вот. И все, кто нас видит или с нами контакт, что-то видят, имеем ли мы возможность или нет. Если даже мы не имеем возможности как-то проявить, но человек их знает и так, по другим поступкам, что вы его любите, любит также вас. Вот, поэтому здесь, конечно же, цель, как всегда, одна, это просто максимально самому приблизиться к полноте познания истины. И тогда, конечно, ее транслировать на других. И то делать, конечно, не в каких-то там, о насильственных вещах, вы знаете, я всегда говорю, тут и говорить нечего вообще. Вот, хотя одно дело насилие, то есть избиение, побои там и так далее. Другое дело ограничение кого-то в чем-то, да. В том числе, так скажем, в свободе, да. Тут тоже очень такие важные моменты. Вы же, по сути, когда не даете бить ребенка, его собственному там отцу или матери, вы же как бы ограничиваете свободу этого родителя. Ну, как я вам уже, в принципе, зачитал, я надеюсь, вы обратили внимание, защищать это может только грудью или спиной. Вот, грубо говоря, он там прибежал к вам в дом, да. Может, этот человек просто побоится к вам на участок зайти. Вы уже вот таким образом защитили. Даже если он зашел, конечно, это не значит, что вы должны ему в дыню бить там или зарезать его. Нет, просто вы также можете с ним пытаться говорить, пытаться и своим телом, прямо в физическом смысле, защищать этого ребенка. Не давать его просто этому нехорошему человеку, да. Вот, таким образом пытаться защищать, ну и говорить, естественно, слово. Да, слово правды. Вот и все. А все это, я говорю, у нас и так уже много чего существует. Вопрос, кто там, кто там на этих местах. В этих органах опеки, в этих судах, да. В этих полициях, кто этот надзиратель за ними и так далее, да. Все зависит от того, кто человек. А человек должен становиться совершенным и любвеобильным. Тогда все это разрешится. Поэтому просто так выступать против каких-то там форм. На самом деле они, конечно, тоже какие-то нужны все равно, знаете. Мы пытаемся в этой жизни люди каким-то там нормам прийти. Ну, а как я вам говорю, вот именно нас с ними, вы знаете, можно самые замечательные нормы придумать, и никто их не будет исполнять. Можно придумать самые отвратительные нормы, и все их будут исполнять. Это, да, это такой вопрос, что, по сути, все упирается в человека. У нас полно законов, и один судья его трактует так, другой так. Один его в лучшую сторону повернет, а другой в худшую еще тебе нагрузит. Так что здесь все уникально, поэтому все зависит от человека. Поэтому все эти ювенальные юстиции, те же самые, это все один из вопросов нашей жизнедеятельности человека. Мы все там понапридумываем. Я говорю, с одной стороны, это исток, и мы всегда хотим что-то хорошее, казалось бы, да, вот. Как бы там дать возможность тем же самым несовершеннолетним, чтобы у них были какие-то права, какие-то возможности, условия, какой-то защиты, чтобы была какая-то опора. Да, но концовки, видите, все это тоже может привести к чему, да. В этом органе опеки действительно может сидеть какой-нибудь нехороший человек сам по себе, просто личность. Это все может привести, я не знаю, в статье обратили внимание, я читал, да, это прямо к коррупции и к манипуляциям, и, в общем, туда может попасть совсем нехороший человек, вплоть до того, что он будет просто, так скажем, все это сам инициировать, там, в какую-нибудь семью приходить и говорить, вот вы тут себя плохо ведете, будет брать взятки и так далее, и так далее, да. Вот, это все тоже не очень хорошо. Так что вот так вот, вот такая вот тема, в нее, конечно, я говорю, можете провалиться глубже, но общий смысл такой, что, конечно, мы все любим вот думать, выстроить по каким-то там законам, а закон должен быть один, это закон любви, о нем надо постоянно говорить, и тогда все сферы жизнедеятельности наши, они тогда наладятся, не надо будет никаких законов, кроме одного закона любви, и тогда все будет хорошо. Вот, мы все время пытаемся палкой все остановить, даже зло, но оно не останавливается палкой, оно останавливается только любовью, которую человек осознает, и потом ее транслирует в свою жизнь. Ну, вот так вот, такое вот видео, я говорю, я считаю, почти час поговорил, достаточно для этой темы, может, когда-нибудь что-нибудь скажу больше. В комментариях есть желание, пишите свои мысли, размышления, что вы по этому поводу думаете, какие мысли, с чем вы, может быть, сталкивались. Я с удовольствием все комментарии ваши читаю, на что могу, текстово, я отвечаю, может быть, даже и видео ответом. Кому нравятся мои видео, ставьте лайки, это помогает ютубу продвигать их, чтобы их увидели еще кто-то, кроме вас, ну, и делитесь им на своих ресурсах, сочетайте их полезными, назидательными, отрадными. У меня на этом с вами пока все. Следующее видео о любви уже, наоборот, детей к родителям. Мы с вами много говорили о любви родителей к детям. В следующем видео поговорим о любви детей к родителям. До встречи в следующем ролике.